Хотелось бы сказать пару слов о нашей компании. Алексей представил, что Рускон в последнее время активно развивается. Да, мы уже даже для себя, не только для внешнего пиара, но и для себя мы понимаем, что мы вышли на федеральный уровень. В том числе мы видим себя интегратором всех активов и перевозок, которые входят в контур группы дела. То есть все понимают, что Рускон является частью группы компаний дела. Если о нашей компании, то у нас 7 офисов, из них 2 за рубежом. В Казахстане, в Шанхае это резиденты этих стран и оказывают полный комплекс услуг. У нас 5 контейнерных терминалов в Новороссийске, в Москве. В этом году за первое полугодие мы обработали 140 тысяч теусов. Это мы говорим о груженных контейнерах. Динамика положительная по сравнению с прошлыми годами. При этом у нас 16 регулярных контейнерных сервисов поездных, бегают по стране. 900 платформ привлеченных и собственных. И мы активно наращиваем парк. В основном за счет аренды платформ. Кирилл Феликсович, если поправить надо, поправьте. Уже 1300. То есть развиваемся так, что сами даже не успеваем отслеживать. И 150 контейнеровозов, которые у нас сосредоточены в Новороссийске, в Москве, в Санкт-Петербурге. Как я уже сказал, наша основная миссия выступать интегратором логистических перевозок всех активов, которые входят в группу компаний Дело. В рамках данного доклада, допростят меня коллеги из Москвы и Питера, я бы хотел на примере Новороссийска рассмотреть взаимодействие и роль тылового контейнерного терминала в контейнерных перевозках через данный порт. То есть смотрим статистику по России за 9 месяцев текущего года. Видно, что динамика положительная. По-восточному, в принципе, можно не обращать внимания, потому что здесь скорее история про переток грузопотоков. В целом дальневосточный кластер растет. Новороссийск падает. То есть несмотря на то, что Новороссийск занимает удельно небольшую долю в общем контейнернообороте РФ, но тренд не соответствует общему рынку. Если рассмотреть Черноморский регион, то то же самое получается, что все страны растут, кроме России, конкретно Новороссийска. Контейнероборот региона Черноморского растет. То есть крупнейшие перевозчики рассматриваются как перспективный рынок. И ставки, в принципе, дают как на прямые порты, а не как на аутпорты. Но между тем Новороссийск падает. Мы внутри себя посмотрели, подумали, сделали такой анализ. Понятное дело, что с другими портами Черноморского региона Новороссийск сравнивать нельзя, потому что у этих всех стран данные порты являются, в принципе, единственными точками входа. Новороссийск является одной из точек входа для России, при том, как мы уже видели на предыдущем слайде, в принципе, не самую большую удельную долю занимает. Между тем, мы вывели карту распределения и тяготения грузопотоков к основным портам России. Кто-то может не согласиться с какими-то деталями, но в целом это передает картинку довольно точно. То есть видим, что Новороссийск у нас больше тяготеет к южному региону, немножко затрагивает по Волжье, немножко на Урал выходит и практически доходит до Москвы. То есть в этой парадигме жили довольно много времени. То есть Новороссийск рос вместе с рынком, вместе со всей Россией. То есть тренд прослеживался очевидно. Но в последнее время у нас логистика усложняется, оптимизируется. И сейчас, две секунды. Смотрим на следующий слайд. То есть в последнее время идет тренд на оптимизацию импортно-экспортных грузопотоков для того, чтобы избежать порожних пробегов, для того, чтобы совместить каботаж с импортом, с экспортом. И здесь картинка распределения немножко поменялась. Если видим, Новороссийск в этом плане проигрывает в основном Санкт-Петербургу. Ну и также Дальнему Востоку. То есть большая, значительная доля грузопотока просто перетекла на другие порты из-за того, что схемы, маршруты оптимизировались. И даже несмотря на более близкое расстояние, по стоимости дешевле везти на тот же Санкт-Петербург. То есть мы видим здесь основные локации, где возможен сброс контейнеров, где осуществляются операции по выдаче контейнеров, по перегрузке каботажного груза, вытарке импортного груза, загрузке экспортного груза. То есть вот эта схема у нас отражает примерно эту картинку. Чтобы как-то дать толчок движению до Новороссийска и не только. То есть здесь мы видим услуги Рускон в части контейнерных поездов. Здесь обозначен и Новороссийск, и Санкт-Петербург, а также Волгоград, который также и Москва. Волгоград является тоже частью нашей группы. Там мы работаем с партнерами и осуществляем экспортные перевозки из этого тоже региона. То есть видно, что мы запускаем как публичные контейнерные поезда, то есть поезда, которые бегают по расписанию, так и под конкретных грузоводельцев. То есть здесь обозначены и те, и другие. Мы видим, что наша сетка маршрутов на Новороссийск достаточно разветвленная и перекрывает, в принципе, все регионы до Урала. Помимо этого мы развиваем наши каботажные перевозки. В основном из Москвы, но также и из других наших регионов. Все это нам дает возможность привлечь на порт Новороссийск те грузопотоки, которые традиционно ходят через другие порты или были в определенный момент времени переведены на эти другие порты. Соответственно, мы получаем возросший грузопоток по УЖД, который у нас стекается в Новороссийск. И в Новороссийске что мы получаем? Есть три терминала. НУТЭП, торговый порт, НОЕ. НОЕ и торговый порт входят в одну группу на МТП. И здесь встает вопрос подъездных путей. По сути дела, самая развитая инфраструктура в ЖД и на НУТЭПе. Но, как мы видим, на НУТЭП у нас заточены очень много линий. То есть на лесной порт две линии регулярные заходы делают, на торговые одна. На НУТЭП все остальные. То есть в прошлом году, подтверждая это, в прошлом году та же самая линия МСИ, которая традиционно тяготеет к лесному порту, запустила отдельный сервис на НУТЭП. Только с одной причиной, чтобы получить дополнительные грузопотоки в рамках поездных отправок. Потому что лесной порт не в состоянии справиться с дополнительным грузопотоком по ЖД. Получается, что Новороссийск сам по себе является бутылочным горлышком для по ЖД. И помимо этого, инфраструктура контейнерных терминалов, портов, не в состоянии переварить все те грузопотоки дополнительные, которые туда привлекаются. По этой причине руководством группы было принято решение несколько лет назад развивать тыловой контейнерный терминал, который будет заточен только на прием-отправку контейнерных поездов. В рамках этого был приобретен терминал, и идет его активная модернизация. Помимо того, что он эксплуатируется, он и параллельно модернизируется. То есть на текущий момент инфраструктура терминала способна одновременно обрабатывать один поезд, емкость площадки 2000 ТЕОСов, ну и 25 тысяч ТЕОСов в год – это примерная мощность терминала. Программа модернизации, которая производится в несколько этапов. Первый этап будет сориентироваться на следующий год, далее будет вторая очередь. В перспективе все это позволит принимать, обрабатывать одновременно два поезда, увеличит более чем в два раза емкость площадки, ну и мощность терминала вырастет в два раза. Для этого ведутся переговоры о прокладке дополнительных ЖД-путей, приобретен новый тепловоз, как мы видим на картинке. Все это позволяет нам расшить те ограничения, которые накладывают порты, и использовать данный терминал как буфер, для аккумуляции тех дополнительных грузопотоков и дальнейшим вывозом груза в порт. К сожалению, нельзя реализовать схему, как в Питере, когда те же самые шаттлы по железной дороге бегают с терминала в порт, все вывозится машинами, но для этого у нас довольно мощная автобаза, которая позволяет справиться в принципе с прогнозируемыми грузопотоками, прибывающими по ЖД. То есть мы машинами вывозим в порт эти контейнеры и импорт тоже доставляем на терминал для дальнейшей отправки в составе ускоренных контейнерных поездов. Помимо этого, не указано в презентации, у нас есть ЖД-сервисы из Китая прямые через Монголию на наш терминал «Московский МАНП». То есть тоже активно развиваем это направление. В принципе, коллеги, все, что хотел сказать. Спасибо. Вопросы, мысли, пожелания.